смотрите все деревца ровно растут он там два рядом ровно вот они два ровно а вот где его смотрите как ее повело одно туда другое сюда не напоминает ли вам шишки на ногах что по какой-то причине они тут переплелись а хотя вот это вот должно было расти вот это должно было вот сюда расти да и все это но это вроде как и растет так а это зачем она самая толстая между ними залезла на переплетение пошло странно и непонятно вот так точно и у человека переплелись пальцы на ногах и шишка и больно вот когда поймешь а почему это по какой-то причине тогда можно на эту причинку воздействовать не допускать подобного начали просто не допускать то есть вот когда эти деревца росли можно было сделать так чтобы они не переплелись а теперь когда на переплелись попробуй их раздвинь хотя вот видите одно место такое все остальные я не вижу никаких приключения вот читая ваши отзывы насчет шишек на ногах и пишет женщина говорит то петрович сказочник вы сказочник теоретик теоретик вот я знаю у ребенка 5 лет шишка там растет по другого 19 лет тоже шишка растет а вы чё-то тут нам советуете что-то там это далее там идет у меня что там рецептура самое разнообразная так вот эти рецепты взяты не с потолка что-то я взял и придумал их вот есть шишка на ногах а значит мы будем делать то-то только тут а вот кстати ведь три дерева растет три ствола но ниш вернет 2 ствола но ниш нет не переплелись а там переплелись так это слово так вот все эти рецепты были использованы людьми у которых эти были шишки в результате использования этих методов рецептов некоторых случаях произошло значительно облегчение других случаях полное выздоровление но произошло и получается что знаете вот как как в песне я там рассказываю вам естественно жизнь показывает что это дело непростое и как песни высоцкого про нейтральную полосу когда он там пел свои возлюбленные а и было не до этого ему такие слова и глубоко плевать какие там цветы так вот это глубоко плевать на все эти там видео 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 рецепты интересно вот шишки растут а вот другое дело там допустим их как-то удалить и при этом чтобы человек не хочет понимать от чего они растут а вот хочет чтобы они удалились и все так что высоцкого вспоминают забросил я зовут хоть в общем был бы править засел за словарь и 2 до тогда тут хоть не убил эту вкус не будет пусть пробует они я просто подожду вот потом опять таки женщина вот у меня эти там шишки были операции и толку что-то особо нету но я задаю такой вопрос ну опишите что чё и как чтоб можно было в вашем деле разобраться ну и что она пишет она пишет да вот сделали операцию вот то 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 поставили вот у меня 40 пар обуви в таком духе человек даже не понимает что для того чтобы разобраться надо как бы хотя бы вкратце сказать вот у меня там там за 15 лет до 20 лет все было со ступами нормально а период там с 15 до 20 лет я там делала то-то то-то и у меня стали появляться шишки то есть какая-то причина должна быть просто так они не растут либо там заболела чем-то и вот после этого переболела обувь носила работала стояла у станка изменилось питание было там беременность или не было там она вот такое ожидал чтоб на что-то можно было опереться ну и далее вот что там сама пробовала тут все покушала собачка ничего этого нету то есть человек не понимает на что надо обращать внимание для того чтобы этих шишек не было я как-то уже говорил вам что дело дело самооздоровление а тем более лечение крайне непростое крайне требует самообразование самонаблюдение даже смелости разумной смелости терпение чтоб тогда чтоб что-то получилось а что мне заявляют вот он это дерево пропеллером закрученная и почему она закрутилась вот почему она закрутилась кто мне ответить такое что мне заявляет книги вот вот можно было действительно там него что там не верить и ничего не собирать у меня склад ума несколько иной есть такая хорошая поговорка доверяем и проверяем вот надо было найти эту литературу что там было написано так хорошо и красиво что там она излечивает то есть все это 10 но это писанина теперь эту писанину надо было воплотить в жизнь и вот оказалось вот лично для меня что что то работает что то не работает и в каких случаях это работает в каких случаях это бесполезно и и помимо всего этого вот этот период у меня совпал с тем что у меня появилась семья жена ребенок надо было заботиться о семье надо было работать время молодое сколько-то мне и тридцатника не было когда все это нахлынуло надо было вернее хотелось и повеселиться как и в то же время и в то же время со здоровьем не совсем порядок был что тут не до веселья болячка такая что постоянно тебе напоминает что я есть что я болю вот тут я понял болезнь не просто так болезнь великий учитель особенно боль которая заставляет человек думать как что и сделать чтобы избавиться бросить все потому что этот свет бить у тебя не дает тебе веселиться и жить так как ты привык и вот тогда что-то начинается что-то начинается набирать набирайся опыта шишки набиваешь пробуешь и так и сяк а можно было действительно разок попробовал там я все вам привожу в пример свое голодание вот когда голодал там ну до недельки все было нормально а как только первое первое там не второе не третье первое же голодание 18 дневное такое более менее солидное и ты видишь что у тебя эмаль слезла в зубу ну тут сразу же мысли а я же делал все подписано тому что там написано а вот получил вот такое в книгах этого нету а почему наслезла после апельсинов так вкусно так натурально вот и знаете что еще я хочу вам сказать ну вот ну вот канал канал вроде бы я тут все это делаю на общественных началах при этом сколько там у нас уже двадцать одна тысяча подписчиков плюс в три раза больше которые не подписаны вот от каждого из вас ко мне тянется невидимая ниточка которое которое может вернее через эту энергетическую ниточку идет у меня с каждым из вас взаимодействие там хорошее плохое там нейтральное еще там какое-то но вот хотим мы того или нет ваше внимание все главное чтобы было внимание именно вот это внимание и делает связь между нами и вот по этой связи все все идет взаимодействие такое какое-то взаимодействие что что она реально ощущается не просто там так что ты там что-то теоретически чувствуешь нет это все практически чувствуешь и даже получается где-то более тяжелое такое состояние нежели когда я был ведущим там вроде ты только выдал информацию провел передачу она улетела в эфир там вот ну никто тебе ничего не пишет ничего там не говорит вот а только когда человек еще пишет это вообще-то ниточка толще становится энергия приливается радости неверия просто грязь какая-то вот и вот я вчера начал работать опять отсканировал книжечку начал ее там делать приводить в порядок вот и знаете как будто я опять подключился к своему такому источнику произошло такое умиротворение произошло вот ну какая-то какая-то радость наполнение вот то что ты в своей тарелке я еще там прошел такой опрос что там youtube он тоже совершенствуется и нет нет ну разного рода вопросы задает тебе опросник что чего как то есть у него одна задача зарабатывать на блогерах блог в основном люди летят в блоге в основном 99,9% это попытки заработать и вот различные там вопросы и в частности там такой вот как у вас там стресса нету я говорю знаете есть стресс и этот стресс возникает от общения с посетителями канала задаются какие-то нелепые вопросы ты даже не ожидаешь вот вот я говорю вот ты там собрал эту информацию там через нее прошел там как-то объяснил правильно неправильно каждый значит объяснит по-своему мне тут только такие вопросы бах а мне с телефона неудобно читать она там плохо листается и вообще-то я что-то там просмотрел про дыхание вы там не дышите и что я смотрел мне нужна там практика вот я хожу практически каждый день вчера я не ходил а сегодня встал пораньше думаю не будем ничего пропускать любая практика оздоровительная а тем более дыхание а тем более там надо несколько раз регулярно в течение дня дышать чтоб что-то там такое было это большая самоорганизация и самодисциплина это очень трудно даже не сама техника дыхания а вот именно вот это вот чтоб ты изо дня в день выдержал вот эти все регулярные занятия и вот вот дыхание вот дыхание ну не выдержишь дыхание в месяц полгода ну и конечно есть люди упертые ну для большинства как они интересуются этим дыханием я думаю что что-то сейчас с ними получится там надо может такой незаметный но кропотливый регулярный труд приложить а это далеко не каждый сделает далеко если там из тысячи человек один будет заниматься а все остальные попробуют и бросить вот поэтому подыскиваются такие оздоровительные методы которые которые можно было бы применять более-менее регулярно они были более-менее выполнимы берта собачка со всеми собаками познакомился доброго здоровья вот поэтому и отбираются те которые которые можно практиковать да верта а это лучше все это прогулки потом ага вот ты тут объясняю дыхание бутылька дышишь ртом позвольте я с вами как-то должен разговаривать через нос естественно я говорю через рот естественно получается что ну когда я показываю дыхание я дышу через нос ну вот такие вот эти все какие-то замечания какие-то отзывы что вот Высоцкий мне так сразу вспомнился мне глубоко плевать глубоко плевать какие там цветы что там ты рассказываешь что там ты сотрясаешь более то вот это вот это вот вот это вот что кто-то что-то должен и и получается что человек вместо того чтобы работать он все это дело ждет называется ждум ждет ждет что кто-то решит за него проблему с косточками вот а все решается все человечество через все уже прошло чем вот народная медицина так сказать отличается чем она хороша это тем что в течение тысячелетий на поколениях людей отбирались те или иные оздоровительные средства и рецептура обкаталась и то опять таки мы все с вами разные все у нас разные особенности мышление и вот как раз из этого мышления получается что жизнь складывается одного как песня у другого как какие-то ругательства ну и диапазон различные как говорится оттенки серого там не 50 оттенков серого будет гораздо больше гораздо больше миллиона этих разных серых оттенков и вот для себя именно уяснить что и как почему даже шишка растет что и надо что надо сделать все же нормально одно дело ты родился с этим уродством а другое дело на глазах начало что надо сделать для того чтобы ее не было то есть она как растет так она может и обратно ну я уже начинаю повторяться говоря то что не просто там какие-то тексты приведены а это конкретные методы рецепты с помощью которых люди решали эту проблему и не теоретически а практически вот что бы я хотел вам сказать насчет этих шишек и прочего белка 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 вон она побежала а тата ратата а там их 2 белки 2 белки 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 а малявки вот очень интересно очень интересно вот они Лазают, что-то там жуют Семена этого клена Вот дерево, примерно такое же Но ему не переплетено Как-то Три ствола Каждый растет сам По себе Без этой Косички Косички нету И те, кто были раньше Пусть пробуют они Я просто подожду Есть, конечно В истории человечества Периоды Когда Люди любят читать Когда им не до чтения Когда они там воюют Потом мерятся Потом еще что-то там делают И вот мы как раз Живем в таком периоде В таком периоде Работать над собой не хотим Хотим Все иметь Но не знаем, как это сделать Ну и вот Вот так вот и получается Хоть в общем был Не в праве Засел за словари И образовываюсь Я сам себя Я сам себя Образовал Ответили Случайно Нам глубоко плевать Что там Изложено Да, интересно Я когда вижу что-то Думаю Почему это возникло Что этому способствовало Вот у меня Вот у меня такой вот Настрой Где это все эти Вещи Которые Наше здоровье Угнетают Почему Это возникает Потому у детей У стариков У кого как Что Где Что А это не надо Просто не надо Нам глубоко плевать Что оно возникло Нам надо Не знать А просто Их убрать Тарап Тарадададай Тарададай Тарадададай Тарадададай Тактида Тарададам Тарадададам Так Дадададам Пусть пробуют они Я просто Пережду Как раз Еще наружно Лезть Так мне понравилась Моя работа Моя работа Понравилась Да-да-да-да-да-да-да Тарадададада правильно 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 да 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 так спокойно умиротворение вот что значит работать ну что ты хватает укусить на укусе и чтоб полегчало а то что на ножку тебе наступлю потом будешь верещать тоже мне так вот галка галкает потом слегка на ножку так вот перебили собаки такое умиротворение вот работаешь вот за счет работы только с информация получается ты не просто умнейшим здоровеешь потом другие еще говорят такую вещь вот тут времени мало надо что-то такое конкретное найти чтоб она помогла тут тут не до того чтобы тут просматривать эти все ролики а я об этом как раз и говорил что важен подход к организму подход к организму который бы вел оздоровительную работу начиная там с уровня очищения насыщение организма полезными веществами плюс борьба с этими микробами то есть чтоб это была система какая там система что там ты вот те люди которые в 90 прошли и получив такой прекрасный оздоровительный опыт именно в 90 когда книги появились вот они там не рассказали что есть такие книги что есть это ну а потом потихонечку все это заявилась и эти представьте детей малых детей которые вдруг неожиданно услышали например виталий караваев в 9 лет что его маме доктор опытный доктор как он сказал в этих делах старый опытный доктор сказал ну он где-то недельки на на две-три протянет а дальше готовьте мы деревянный домик не от кого помощи не приходится ждать вот мальчику 9 лет официальная медицина уже просто знает что с таким диагнозом бывает мать полна растерянности она этими знаниями не владеет и все им глубоко плевать будешь ты жив или не будешь ты же вроде и хотят они помочь вроде вроде а нужных знаний нет одет пасечник излечила туберкулеза за месяц белочка ведь охотник однако охотник однако вот что взрослый вот так вот руки разводит в неведении полном это мы знать им вот с одной стороны это мы знаем что она не лечится а эти с другой стороны не знает и чё делать ребенку это один случай второй случай моя гагулан то же самое она услышала сколько там ей было что ее охватил ужас когда она услышала разговор врачей родителей а что делать что делать на ничего не делать никто ничего не может помочь диагноз вот такой вот и вот опять виталий караваев прав в том что человек не знающий не владеющими знаниями о здоровом образе жизни о поддержании своего собственного здоровья согласно закону естественного отбора будет вымирать просто-напросто вымирать что мы наблюдаем тут я не знаю как следить за своим здоровьем у меня от шишки что-то сами растут с какого-то рожна растут и все а те кто как у нас принято в обществе должны заниматься они знают допустим вот такой метод и если он не помогает ну что поделаешь ну что поделаешь ну вот каждый себе ответить что поделаешь вот мне нравится сейчас владимир лузай что там или там онкологии я так понял он полечился у доктору прямо скажем кому-то помогает кому-то не помогает какая-то хитрая есть статистика вот в первые пять лет после лечения первые пять лет ты там прожил значит считается выздоровел а потом когда рецидивы это уже как-то другое тут уж не до этого у них свой собственный подсчет у карта свою сторону и вот он занялся своим здоровьем сам начал все это дело искать я так понимаю до этого он тоже ничем таким не занимался жил себе и жил пока сниму так вот не случилось вот и как только он начал сам заниматься все онкологом стал врагом номер один и вопрос что-то вот ему умереть вот что что делать вот он избрал для себя вот такой метод случай ну на эту тему можно говорить много говорить то можно много о правде жизни о правде матки да что там смотрите слушать речи какого-то там генки малахова когда вот в интернете там песенку скачаем что-то послушаем какой-нибудь мордобой посмотрим или фильмозик замутим то есть время мы потратим лучше вот так вот а что оно даст просмотр я уже себя многократно ловил на то что вроде в фильм там посмотришь какой-то вроде что-то интересно сюжет захватил тара тата тата а потом только хоп в кино кончилось вот там действие там машины гонки аварий стрельба мордобой поцелуи там немножко немножко так сказать эротики там все это там так это плетут могут красивые места природы я прям только раз фильм кончился а ты так ловишь себя на мысли ё-моё какая пустота и дребедень просто ты потратил время зря какие мысли у меня на прогулочке пусть пробуют они я просто подожду так вот а да 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА